Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью. Сегодня будем готовить вкусный и полезный печеночный паштет. Для печеночного паштета нам понадобится 700 грамм свиной печени, 1 большая луковица, 1 большая морковь, растительное масло, соль и перец. Для начала нам нужно порезать лук и натереть морковь на терке. Лук нарезали, теперь натираем на крупной терке морковь. На разогретую сковороду выливаем растительное масло. Оно полностью должно покрыть дно. И высыпаем лук. Он должен немного припуститься в растительном масле. К луку выкладываем морковь. И хорошенько перемешиваем. Печень режем на такие средние кусочки, не маленькие и не большие. Нам нужно чтобы она хорошо прожарилась и в то же время не было сухой. Поэтому кусочки у нас будут среднего размера. Этот пашет готовится быстро и просто, без всяких заморочек. К обжаренному луку и моркови выкладываем печень. И хорошенько размешиваем. Теперь будем обжаривать печень до готовности. Это не займет много времени. Наша печень готова. Ее проверить на готовность легко. Надавливаете просто на любой кусочек. Смотрите, если не кровит, имеет вот такую структуру, то значит наша печеночка уже готова. Теперь солим. Главное правило не пересолить печень. Печень не любит много соли, иначе тогда она будет горчить. Это испортит весь сладковатый вкус печени. Еще раз хорошо перемешиваем. Сам по себе печеночный пашет должен иметь естественный сладковатый вкус. Выключаем печень и даем остыть нашему блюду. Теперь мы ложкой накладываем в блендер нашу печень остывшую. И будем взбивать до однородного состояния. Вот что у нас получилось. Наш пашет готов. Смотрите, он имеет прекрасную структуру и легко его мазать на хлеб. Он еще у нас такой тепленький. Радуйте своих близких вкусной и полезной пищей. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok